Праздник входа Господня в Иерусалим по благословению митрополита Екатеринодарского Кубанского Григория в столице Кубани в юбилейном микрорайоне состоялся крестный ход. Крестный ход начался от храма Рождества Христова, прошел по центральному проспекту и проследовал по основным улицам вокруг микрорайона, под звон колоколов передвижной звонницы, вслед за иконами святых и развивающимися хоругвиями. Духовенство и прихожане храмов, казаки и молодежь прошли в молитвенном шествии, прославляя Бога. В праздник входа Господня в Иерусалим мы вспоминаем о том, как радостно встречали в граде Иерусалимском Господа Иисуса Христа, когда Он въезжал в городские ворота. Толпы людей встречали Христа как Царя и Мессию. Они постилали перед Ним пальмовые ветви из своей одежды, выкрикивая «Асанна! Благословен грядущий во имя Господне! Царь Израилев!» Но Христос входил в Иерусалим не для того, чтобы Его прославили, а для того, чтобы пострадать и умереть на кресте, для спасения всего рода человеческого. Поэтому праздник входа Господня в Иерусалим одновременно радостный и скорбный. Он предшествует дням Страстной Седмицы, крестным страданиям Спасителя. Как тогда шли за Господом люди, так и мы встречаем Христа и идем за Ним. Давайте мы сегодня в этот праздник попросим у Господа, который идет на страдания, на крест, на распятие. Мы способны сегодня принять такие страдания? Нет. Вот потому и просим, Господи, избави нас от страданий, от искушений, от болезней, чтобы мы не отреклись от Тебя, чтобы слабая природа наша не отступила от веры в Тебя, потому что Ты знаешь наши немощи, как говорил Симеон в Новый Богослов. Но если, Господи, Ты попустишь нам пережить их, то дай нам крепость, силы и терпение преодолеть это все с благодарностью. Я еще раз поздравляю вас с входом Господнем в Иерусалим. Кроткий царь идет на осленки, на жеребятие, с кротким лицом, с печальным взором, со слезами на глазах, потому что он все знает, что те, которые сейчас встречают, отрекутся. А те, которые, может быть, сегодня еще не знают, придут и пойдут за Ним. Вот дай Бог, чтобы каждый из нас, увидев, узнав Христа сердцем, и тем более причастившись, никогда не отрекались от Него. Трудно будет, тяжело будет, больно будет, скорбно будет, но никогда не отрекайтесь от Христа. Не у Креста, не перед лицом смерти, не перед лицом врага. Всегда исповедуйте себя христианами. И на вопрос, кто Ты, как имя Тебя, как ученики первых веков говорили, я христианин. А имя-то Твое, а выше этого имени нет на земле. Как Тебя зовут? Я христианка. Христианка. Родители назвали там так-то, но мать-церковь назвала меня именем моего Христа. Вот кто я. А потому, дорогие, пронесите это имя спасительное, и никогда не отрекаясь от Него, помните слова, которые сказал сам Христос. Кто отречется от Меня перед людьми, оттого отрекусь и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто исповедует Меня перед людьми, того исповедаю и Я перед Отцом Моим Небесным. Вот в какой период мы с вами входим. Знать Христа, беседовать с Ним, молиться Ему, узнавать о Нем из Его же слова евангельского, и исповедовать Иисуса Христа Господом Богом, пришедшим во плоти, родившимся от причистой Девы Марии, распятым и воскресшим в третий день по Писаниям. Вот наша вера, в которой укрепляетесь, пока есть время, пока есть силы, пока живы, пока есть возможность, вот так вместе, единым сердцем и едиными устами, исповедовать Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь.